Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика на Страже. Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. Валек Минскому Луси трагическая случайность унесла жизнь 12-летней девочки. Согласно материалам уголовного дела, вечером 4 июня 2022 года девочка играла во дворе частного дома с подругами. И в ходе игры двумя руками схватилась за электрические провода, протянутые на высоте около 180 сантиметров от земли и находившиеся под напряжением. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась в карете скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На реке Кенкеме водолазы обнаружили тело молодого человека. В службе спасения сообщили, что он утонул, купаясь в необорудованном и запрещенном для купания водоеме. Это первый подобный случай в этом году. Трагедия произошла в воскресенье, 5 июня. Компания молодых людей отдыхала на берегу реки. Со слов приятелей погибшего, утром он вышел из палатки, сделал зарядку и собрался окунуться. Когда молодые люди обнаружили, что молодой человек пропал, вызвали спасателей. В службе спасения напомнили, что в холодной воде возможно возникновение судорог, что может привести к гибели. Купание в необорудованных водоемах запрещено. В Якутске же официальный городской пляж закрыт из-за высокого уровня воды в реке и отсутствия результатов лабораторных исследований. Ориентировочное открытие состоится 20 июня. Однако многие жители города из-за жары уже открыли купальный сезон. Руководитель одной из горнодобывающих компаний предстанет перед судом за незаконную добычу золота. Преступным путем ему удалось заработать около 30 миллионов рублей. Вчера съемка была. Открывайте. Полицейские выяснили, что исполнительный директор золотодобывающего предприятия в период с 2018 по 2021 годы добывал природное золото на месторождении, расположенном в 150 километрах от административного центра. Работы проводились с привлечением субподрядных организаций, которые не были осведомлены о противоправном характере данной деятельности, а также в нарушении правил, устанавливающих порядок оборота драгоценных металлов и условий лицензии. На территории месторождения и вахтового поселка оперативники обнаружили и изъяли более килограмма незаконно добытого природного золота. Кроме того, установлено, что обвиняемым сдано около 6 килограммов драгоценного металла на переработку. На время предводительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Якутске разгорелся скандал после того, как в реанимацию республиканской больницы из одного из салонов красоты поступила женщина без сознания. Следственный комитет начал проверку по признакам состава преступления оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным телеграм-каналов, жительница Якутска 78-го года рождения делала липоредукцию – малотравматическую процедуру, которая направлена на удаление излишних жировых отложений. ЕСИА сообщила, что, к счастью, пострадавшая пришла в сознание и находится под наблюдением врачей. Природоохранная прокуратура Якутии проверяет информации о загрязнении нефтепродуктами реки Лена на территории Ленского района. Это, наверное, Тудова, Затона. Участка несет. Пятна. Мазутные все. На пол реки. В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам. Заявили в ведомстве, отметив, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В столице Якутии полицейские задержали велосипедного вора со стажем. Подозреваемым оказался 47-летний местный житель, который недавно освободился из мест лишения свободы. Он отбывал срок за аналогичные преступления. На этот раз злоумышленник подозревается в совершении 8 краж велосипедов, каждой стоимостью от 12 до 21 тысяч рублей. Сразу после похищения он по дешевке сбывал велосипеды, а деньги тратил на алкоголь. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «Кража» в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На этом пока все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя. Продолжение следует...